Пацаны, перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю свою личную жизнь, просто общаюсь с вами, новости по ММА, ну, всякое разное, так скажем. И, да, я прекрасно понимаю, что многие большие блогеры вам делают какие-то розыгрыши, у меня возможности такой нет, поэтому просто, ну, по-пацански прошу вас подписаться. Многие проявляют активность, это круто, подписываются, недавно было там 3000 подписчиков, Хринакс уже там 3200, сейчас я не знаю сколько. Сегодня мы поиграем с вами за такого бойца, как Хамзат Чимаев, и его очень сильно апнули, но не прям сильно, сильнее всех апнули Оливейру. Так, пацаны, вот он, Хамзат Чимаев, борьба 4,5 звезды, блин, у меня что-то здесь, а, это мои штаны, блядь. А-а-а, статы у него по стойке обновленные, скорость удара кулаком, стала выше силы удара кулаком, я не помню, какие у него были, короче, его апнули, 4,5 звезды, он теперь находится в топ-3, вот вам показываю. Я не думаю, что он будет очень удобный в управлении, то есть я за Хамзата Чимаева снимал два раза ролики, и два раза я просто плювался, вот. Но после последнего поединка против Бернса его обновили, и хочется попробовать поиграть. Сыграем два боя максимум, наверное, я не хочу прям гореть, я думаю, что после первого поединка у меня может это произойти, я начну ругаться. Но сейчас попробуем сыграть, блин, против Бернса будет тяжело, потому что он джитсер. Посмотрите, какой я большой, ё-моё, братуха. Посмотрите, какой я большой. Сейчас я скажу вам точно, улучшили скорость или не улучшили. Ну, Берн что-то понял, то, что он 4 хуков ставил, и они у него не попали. Ё-моё, брат, а как он набрал очки свои? Хорошо. Гляньте, что происходит. Гляньте, что происходит. Бля, это здорово. Чувак, это здорово. Мы тебя всё равно завалим. Подуспокоим, так сказать. Смотрим, смотрим наверх. Будем переходить в топ-маунт, потому что делать подушение смысла никакого не вижу. Это я заблокирую. По кайфу, по кайфу полежали немножко. Скинул коня с себя. Наш соперник. Можно попробовать оверхендов пиздюхить у него. Надоел он меня бить по корпусу. Ай, как больно, блядь. Вот как мне играть за эту дылду? Просто... Я не знаю, небоскрёб в здании называется. Нет. Сколько бы параметров не было у Хамзата, его иконка никогда не изменится. Он очень неудобный. В реальной жизни, может быть, да, с такими параметрами роста, длины конечностей, это удобно. Но в игре... Просто вот заметьте, кто играет, много у вас в противниках Хамзатов. Хамзатов почти нет. То есть там, знаете, чисто фанаты какие-то, да, начинают его брать. И всё. Больше никто этого не делает. Чел просто делает уклоны в топ-маунте. То есть он не выставляет руки. Это означает, что один удар надо нанести по голове или два, левой, правой. И потом бить только боковые. Потому что мы будем попадать в голову. Поэтому давайте делать тейкдаун ему сразу. Который он не будет ожидать. Здесь закрытый гарф. Нет. О, ну он дал мне залезть. А, нет, он сюда переходит. Без стамина мы у нас... Блядь, ну всё. Я наугад блокировал вверх. Но он ничего ему жить не учит. Блин, одни уклоны, одни уклоны. Блин, ну это херня, сука, читерская. Блин, ну это херня, сука, читерская. Смотрим за его рукой. О, ну переходим спокойненько. Блядь. И меня тоже ничему жизнь не учит. Так, будет он переходить? Нет. Соперник, которого я вообще не должен чувствовать. Я просто его ощущаю на этом бойце. За Камзата тяжело идти в атаку. Блядь, я буду ломать его полностью. То есть чувак просто не хочет ко мне подходить. Я подхожу, наносит свои быстрые удары. Я буду ломать это клинчем. Все. Нормально там тебе? Ой, как хорошо, блядь. Нормально, да? Я попихал тебе, браток. Давай, давай, я буду тебя ломать. Ну то есть он не хочет ко мне подходить. Он хочет стоять там, возле сетки. И ждать, пока Камзата начнет, понимаете, раскидывать свои ветки. Ну для чего мне это надо? Мне это не надо. Вот видите, теперь он уже в атаку идет. Он уже боится и в атаку идет, понимаете, когда я начал его брать в клинч. 15 секунд. Боя позиция здесь. То есть мы подходим, он начинает бить прямой. У Камзата скорость хоть и написана 92, но из-за того, что иконка дерьмовая, и вот эти улучшения никак не повлияли на него, нам тяжеловато. Вот, он просто бьет прямой. Ну мы будем вставлять ему колени въебить. Вот он уже боится тейкдаунов. Это хорошо. Хорошо. Ааааааа! Наааа, по чердаку! Наааа! Блядь, вы даже себе представить не можете, в каком я бешенстве, блядь! Всегда так за Камзата, всегда! У меня даже ролик есть, который назван «Камзат, я тебя ненавижу» Ну, все, следующий бой я отыграю реально очень аккуратно Очень больно! Очень больно! Я без стамины! Но у него тоже стамины мало, потому что этот хайкик должен был быть с Грогой Руки длинные! Я не делал тейкдаун, мне не нужен тейкдаун здесь! Я без стамины! Ну все, я устал! Я очень сильно устал! Мало здоровья! Блядь, такое дерьмо! Просто жесть! У меня истерика, пацаны! Оооо! Я не знаю для чего он это делает! Он реально не понимает, что я его загнул! Понятное дело, что это конец раунда 8 из 29, я худший игрок на планете в первом раунде 16 из 44, еще хуже игрок в этом мире 20 из 46, более-менее отыграл по сравнению с соперником А так просто, ну я такой колхоз со своими колхозками Мне нужно его душить! Как-то его надо задушить! Вот граунд эн паунд, когда он делает, он не понимает, что он творит Блядь, он лежит, но угад блокирует! Ну вы прикиньте это! Блин, у меня нет отсюда болевых! У меня нет отсюда болевых! У меня нет отсюда болевых! А отсюда треугольник есть! Идите первый поле! И тогда начнём строить операцию для того, чтобы сделать что-то другое Но такой путь мы нужно уходить на боях Он будет падать на Поехали В этом месте! Я не пытаюсь! Я пытаюсь! Он будетinity инструментом на боку Ведет на голову, если он идет вперед А как готовит лоб Он не хочет прикладывать со своими манцами У меня нет! У него паршивый, я же сказал в первый раз. Ой, блядь. Фу. Просто жесть. Просто жесть. Я не могу в стойке победить чувака, который ничего не делает. Просто жесть. О, Господи. Ладно. Давайте отвлекемся от темы. Я знаю, что я худший на планете игрок за Хамзата. Короче. Я купил с женой в Москве игру. Карточную. Называется Pathfinder. Это типа считается как ДНД. Кто в теме, тот поймет. Я никогда с таким не сталкивался, но всегда любил настолки. Они просто очень дорогие. И у меня в городе нету магазина такого, чтобы я мог что-то приобрести. Заказывать как-то не хотелось никогда. А так в торговом центре с женой зашли в магазин. Вот. Я стоял, выбирал. На столку. Кайфовал. И выбрал. Даже две. Даже две. Но одна на компанию. Одна. Вот можно даже с женой вдвоем играть. И вот буду теперь изучать правила вот этой вот ДНДшки. Потому что не хочется смотреть постоянно в телек. Вечером, да, к примеру, там собираешься что-то поделать. В основном это Ютуб. А так вот сидишь, ДНДшку изучаешь. Вообще по кайфу. Поэтому. Кто в теме, пацаны, напишите, нравится ли вам. Играли вы когда-нибудь. Пандфайнтер. Стартовый набор. У меня написано. Вторая редакция. Вот. Вчера уже несколько там каких-то этапов мы прошли. Изучали. Блин, мне очень понравилось. Жалко, что в Вязьме нет каких-то клубов, как в Москве. Которые позволяют прийти тебе и поиграть с людьми. Короче, пацаны. Такой пинг очень редко дается. Хамзат Чимаев в среднем весе имеет 4 звезды. Здесь еще хуже параметры. Не будем зацикливаться на этом. Я просто возьму Хамзата Чимаева для того, чтобы поиграть. У меня остается 8 минут. Дальше идет тяжелый-полутяжелый вес. Хочу снять за Александра Волкова и за Розенстрайка. Потому что сейчас у них скоро будет поединок. Вот. Будем играть против Витори. Я не помню, как Витори себя ведет в этой игре. Как просто, знаете, заходите на мой ролик, связанный с Хамзатом. Знайте, что это будет тягомотина в виде болота. Все. Все, я обещал аккуратно поиграть, даже на 4-зоточном бойце. Контролировать все, что только можно. У меня очень хороший рычаг. Я смогу, пацаны. Я тот, кто может. Я обманул вас. Я вас обманул, пацаны. Я хочу бороться. Блядь, я... Прикиньте, я пропустил. Не. А он же отсюда пришел. Что он только что сделал? Блядь, как она так ускорилась. Я не понимаю. Это будет очень тяжелый поединок. Я не знаю. Я не знаю. Без�悦ен. Я не знаю. Ну что, это чей-то твинг? Потому что у него 10 уровень. И он играет, он и знает игру на отлично. Он знает фейки, все эти вот. И так далее. Вы видите, что произошло? Что у меня только что произошло с игрой? Ой, ой, как у меня дымится пердак. Здесь пинг 94, здесь я хотя бы блокировать могу. Фух, все, успокаиваемся. У меня прям дымится пердак. Я ничего не сделал в этом раунде. У меня прям реально горит, пацаны. Просто горит. Ты готов? Реанее? Реанее? Реанее, раунд два. Д셨ащий, что-то дымится на фейки. Шти ленды. Штарик ленды. Сомнение ленды, форум. Это было трудно из-за этого хвалить на этот раунд. Я всём просто. Он как в зоне. Он как в зоне, как в баскетболу, что-то кваспи-сайз. Этот человек, сегодня, смотрит на фокуссмены и смотрит на фокуссмены. Большой фокуссмены. Теперь мы вернемся к рейджу. Расскажешь, блядь. Своими размахайками здесь нахуй. Ты че, блядь? А? Я напрекся. Я напрекся. Отходим. Башня дымится, пацаны. И он встал правой рукой. О, хороший слой, чтобы избежать правой рукой. Блок пробит, да? У меня на два удара всего блока. Не на три, а на два. Лежать! Ебаная сарделька. Ты че, емое, сухарь свой прикрой, блядь. Ты че, емое, сухарь свой прикрой, блядь. Ты че, емое, сухарь свой прикрой. Здрасте! Я ваш будильник. Ну что ты делаешь, Хамзат? Еб твою мать! Короче, мы должны были с самого начала его зачитать. Именно таким способом, как сейчас это происходит. То есть чувак просто хуевертит по 3-4 ударов комбинации и не стесняется. Вот, и мы должны его наказывать. Вот, сейчас он уже все тейкдауны делает. Да, да, раскатер, блядь. Боится, пацаны. А в начале был великий стоящник. Блядь, я сказал, я напрягусь, я замкозата размажу нахуй. Мне похуй. Великолепная тактика. Все, он теперь будет меня пытаться засадметить. Но, если ты там, ты должен быть победителем. Позиция подсоединяется. Позиция подсоединяется так много возможностей, для тебя избежать или сбежать. Ну и что? Ну? Расскажешь, браток! Расскажешь! Пизда мне. Батя выдерживает. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, бля, не нужно, не нужно. Ну хоть бы удары там наносил бы какие-то, я не дам тебе пройти. Пинк 90, понимаете? Типа большинство переходов я могу блокировать. Да и что с этого, блядь? Скажи мне. Вверх. И все, блядь, прекрати, брат. Мне нужно снимать идти из-за Александра Волкова ролик. А ты тут меня это, задерживаешь. Выходите на следующей остановке, вы без билетика едете, блядь. Вы понимаете, что вы сейчас близко. Ночь почти закончена. Голоса сейчас не достигла. 15 минут, 10 минут. Ты скажешь себе. Это перфектный скрэмбл, красивая транссиция. Ладно, ты будешь тейкдауна делать. Я не буду искать какое-то оружие против тебя. То есть мне это нахуй не надо. Ой-ой-ой, а шо это? А шо это такое? А шо это такое, браток? Сейчас будет самый жесткий нокаут во вселенной. Я коленом его нокаутирую, когда он будет тейкдаун делать, бля. Бля, нахуй я это делаю? Он сейчас мне, блядь, кимуру проведет и все. Жесть! Какая жесть происходит! О господи, успокойся, блядь! Лысый горох, успокойся! Ха-ха-ха-ха! Ой блядь! Просто придурок! Просто придурок. Как дела, блядь? Фронтяра, которая зайдет. Фронтяра, которая зайдет. Фронтяра. Тейкдаун, брат. Ох, как хорошо-то, а? Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Как тебе ногти чеченские, а? Как тебе чеченские ногти? Браток! Тейкдаун! Тейкдаун! Лежать, нахуй! Лежать! Лежать, блядь! Я буду на тебя с мертвая хватка. Это не мертвая хватка. Это станция петушки, разгружай мешки, блядь. Ладно, все, пацаны. Вы видели все сами. На этом, ну, долой, долой. Этот стыд и позор за Хамзата Чимао. В плане, я не умею за него играть. Все. Не забывайте подписываться на телеграм-канал.